Не пройти мимо. Ситуация с бездомными животными в нашем городе становится печальнее. Часто новорингойцы выбрасывают четвероногих на улицу, и те замерзают, не успев найти новый кров. Как оказалось, людская жестокость не знает границ. На улице Южная бывшие хозяева оставили новорожденных щенков умирать в мусорном баке. Подробности в материале Гелены Коробко. Испытав столько горя от тех, кто называет себя людьми, Спаниель не проявляет никакой агрессии к незнакомцам. Сейчас собака и ее потомство в безопасности. Единственное, что тревожит четвероногую маму – свет от фонаря телекамеры. Ее малыши еще вчера были между жизнью и смертью, щенкам не больше трех дней. Не успев взглянуть на мир, они сразу оказались во власти живодеров. На выручку к беспомощным существам пришли Оксана и ее сестра. Девушки, как обычно, отправились на прогулку с детьми и увидели страдания Спаниеля. Обратили внимание, что рядом возле контейнера мусорного собака как-то ведет себя странно. То есть она прыгала на контейнер, лаяла очень громко. Нам показалось это странно. Мы, когда шли мимо, решили подойти посмотреть, что происходит. Когда подошли к контейнеру, услышали, что там щенки. Девять новорожденных щенков были замотаны в пакет. Девушки с трудом отыскали тот самый сверток, из которого доносился жалобный писк. Но какова была радость, рассказывает Оксана, когда всех малышей удалось спасти. Сестры сразу же позвонили волонтерам Центра «Подари мне жизнь». Временный приют на одну ночь, щенки и Делма, так активисты уже окрестили Спаниеля, получили в гараже. Красивый, маленький. Маленький, красивый, красивый. Теперь лохматому семейству ничто не угрожает. Оно попало в хорошие руки. Но есть и много других четвероногих, с которыми подобным образом расправляются бывшие хозяева. Дарья уже год помогает бездомным животным на общественных началах. За это время она и другие волонтеры спасли от голодной смерти 14 щенков. Защитники животных призывают горожан стерилизовать своих питомцев и разыскивают того, кто обрек потомство Делмы на страшную участь. Мы хотим в первую очередь обратиться к хозяину собаки и хотим, чтобы он связался с нами и дал отказную, потому что собаку отдавать мы не собираемся. Если хозяин объявится и захочет забрать собаку, то мы подадим на него в суд, как жестокое обращение с животными. Какой бы ни была забота со стороны неравнодушных новоуренгойцев, Делма практически не отлучается от малышей. Волонтеры не могут долго держать собак в гараже. Их отправят на передержку. Разволновалась вся. Все? Да. Вот, все, детки тут. Спасенное семейство пока будет жить в квартире Анны Федосовой и ее дочери Елизаветы. Они узнали о несчастной судьбе с Паниелей и щенков по интернету. Федосовы не смогли остаться безучастными, даже несмотря на то, что у них уже есть домашний питомец. Пес по кличке Майла. Прибавление любителей животных не боятся. Вне зависимости, устал, не устал. То есть это определенные обязанности, которые должны исполняться каждый день. Это прогулки, это кормежки. Ну и радость он, конечно, приносит нам очень много. Столько позитива. Эти глаза, когда смотрят на тебя, и они же не могут врать. Эти крохи не смогут долго находиться на передержке. Еще полтора-два месяца щенки должны побыть с мамой. Но скоро они откроют глаза, окрепнут, и каждому из них нужен будет собственный дом и обязательно добрый и любящий хозяин. Одного я забираю себе. Остальные на вашей совести. Елена Коробко, Роман Чернов, Служба новостей, Импульс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова